Продолжение следует... Меня зовут Надежда Полянская. Мне 36 лет. Я детский врач-реаниматолог города Бердянска. В Бердянске проживаю более 10 лет. В Бердянске, так как таковых, там море, подвалов нет. Есть в высотных домах цокольный этаж, в которых есть стекла, окна. И вот когда заходили русские, дети находились в этих подвалах, и они просто брали автоматами, выбивали эти окна. И дети были разных возрастов. То бишь мой сын, которому 5 лет, вот будет 6 лет, он не самый маленький, который там был. Самый маленький, это 8-дневный ребенок. И все дети перепуганные. И они просто, они проходили просто, они стояли, и лиц не видно было, видно по колено. Вот они были по колено. И они слышали, что дети плачут. И они просто стояли вот и заглядывали, не смотрели туда, не как на детей, а как на животных. Вот в зоопарке, на которых нужно смотреть и улыбаться. Это очень страшно. И цены жизни нет. Отопление сразу отключили в городе. Газа нет, света нет. Люди готовили детям кушать, склали кирпичи. И на кирпичах варили детям есть на улице. Воды нет, света нет. В квартире очень холодно. Днем в квартире плюс 4 градуса. Ночью опускалось до минус 2. Естественно, все в подвал уже спускаются. Кто берет с собой воду, кто берет с собой сухари, кто берет с собой кусок хлеба. Ну, то, что у людей есть, вот они берут с собой. И когда мы выходили с подвала, остановили пенсионера. То бишь сначала заходила техника, а следом за техникой они уже заходили, пешие солдаты. И вот эти солдаты, когда заходили, они пенсионеры оторвознули пенсионера. Это пенсионер, который сидел с нами там в этом подвале. И за то, что он отказался отдать им эту торбо-торбинку свою с хлебом, они его избили. Избили и сильно избили. Они избивают мирное население. У них такая агрессия. Я не могу понять, почему они так нас ненавидят. Но они ненавидят не только нас, но и наших детей. Они очень страшно. Они смотрят на детей, как на зверят. Очень страшно. Страшно за детей. В бердянской больнице. Да нет, не только в детском отделении. В детском отделении очень много детей. Есть тяжелые дети. Взрослое отделение забитое. Медикаментов нет. Памперсов нет. Пеленок нет. Я созванивалась с бердянскими медиками позавчера. И мы обсуждаем эту проблему, которая у них. И вот они говорят, что все настолько плохо, что никто не помог им медикаментами. А если даже хотели помочь, возможно, их просто разграбили. Но больница не обеспечена ничем. Абсолютно. Нет банального даже парацетамола. Нет ничего. Там катастрофа. Я могу сказать, что будет дальше. Тяжелые дети, они будут постепенно умирать. Умирать в отделении нашей больницы. Потому что выхода нет. Нечем просто лечить. Нечем. То, что было, то, что было. Русские разобрали. Не просто разобрали. Чем лечить детей, не знаю. Я уехала, но у меня бывает такое состояние. Мне хочется назад. Потому что каждому ребенку, когда ты довольно долго работаешь, и довольно долго детки, которые лежат там, ты к ним привыкаешь, привязываешься. И это вот минус нашей работы. Этого не нужно делать. Мне нужно привязываться к детям. Я когда ехала, мне очень стыдно. Я думала о своем ребенке, а не за тех детей. А сейчас мне стыдно, и мне хочется вернуться назад. Я понимаю, что если я вернусь туда назад, моему ребенку там жизни не будет. Мне там жизни не будет. Как женщине, как матери, как врачу. Нет, там не будет жизни. Зарплату медикам, как зашли русские, с февраля месяца зарплату не платят. И не факт, что ее просто выплатят. А ребенка кормится, содержать за что. Там нет никакой гуманитарной помощи. Я же не говорю про нас. Есть семьи, которые должны, обязаны им давать гуманитарную помощь. Это многодетные семьи. Это семьи с детками инвалидами, которые тоже нуждаются в медикаментах, продуктах питания. Их нет. Там полная катастрофа. А от кого они нас пришли спасать? От кого? Они спасают нас от кого? От детей, которые сейчас лежат в реанимации и не получают ничего? Они пришли нас от этих детей спасать? От кого? От кого? Почему я вынуждена бросить свой дом, свою работу, своих детей? Ради чего? Я не знаю. Страшно. Страшно, я говорю, страшно не за себя, страшно за детей, которые там. Страшно представить, что будет через неделю, если этим детям не окажут помощь, медицинскую помощь. Дети спали. Мы в последние дни спали в подвалах. Они избивают пенсионеров. Они насилуют женщин. Они издеваются над детьми. Они забирают телефоны, они грабят дома. Да, есть продукты. Но это то, что привозят русские, гуманитарку. И наши уже, они берут и перепродают вот эти вот продукты и ставят цены космические на них. То есть обычному стратегическому человеку, который зарабатывает, допустим, медику, у которого зарплата 6 тысяч гривен, он не позволит себе отдать за пачку соли 100 гривен. Но нет. И даже если есть эти финансы, ты не сможешь их снять, так как терминалы не работают, банкоматы не работают, интернета, связи нет. Они обрезали город от всего. В городе сплошная гуманитарная катастрофа. Техника во дворах. Они направляют, они знают, что там дети. В квартирах дети. Они позаводили техника во дворах, и они с этих пушек, они направляют дуло на окна. Они пьют. Говорят, алкоголь запрещен, но не в оккупированной территории. Там есть алкоголь. А я алкоголь, там есть все. И вот они пьют и садятся вот возле своей техники во дворах, и потом творят черное. Дети не то что боятся к окнам подходить, дети боятся спать. У меня сын в последние дни, как мы начали спать в подвале, ребенок заболел. И вот он заболел, и с пневмонией, на антибиотиках, я его лечила, я колола. Мы в последние дни спали в коридоре. То бишь дверь выхода с квартиры. Это дверь как в подъезд, на выход с подъезда. Я ребенку клала матрас, и ребенок там спал. Потому что оставаться именно в квартире было очень страшно. Непонятно, что у них в голове. Они напьются, и здесь только одному Богу известно, выстрелит или нет. А рисковать ребенком, я думаю, ни одна мать не станет. Это травма не только для взрослых. Это травма и для детей, и для моего ребенка тоже не обошлось. Мы приехали, мы работаем сейчас на данный момент с психологом. Так как мой сын боится каждого звука, и первую неделю он испорожнялся под себя. Он спал, дергался. И эта работа, эта работа не на полгода. Эта работа затянется, я как врач, я понимаю, что это длительно. И все равно вот осадок останется у него. И в памяти, и в душе. И для меня, как матери, тоже это очень тяжело. Я просто не знаю, будет ли куда нам возвращаться. Куда нам возвращаться с ребенком. А сможем ли мы вернуться домой. А будет ли у нас дом. И какую травму мой ребенок еще там получит. Я 5 годика. А как тебя зовут? Тима. А откуда ты приехал? С какого города? Биржанск. А с кем ты приехал? Мамой. Папа даже на журчу ехал. То, по-потому, тут было еще. Папа потом был в Биржанске, потом приехал сюда. А Биржанске пока бомбят. А кто бомбит Биржанск? Путин. Много русских войск туда зашло? Там даже наших нет. Хотя один. Там все русские. И что русские там делают? Бомбят. Отъезды куколки, пудрят. В сельхо-локах. Бомбят. Может, мы в него ехали? Нету, да? А расскажи, а когда русские пришли и начали бомбить Биржанск, тебе страшно было? Да, пока еще другими деньами, пока были, они тут опорули. Они ведь нам помогли, потому что они были тут. Они из-за этого Биржанске мы там, мы приедем. А получилось выводиться, но они не жали, они переехали, а Биржанске, уже им выйти, Биржанске. Они сами не говорили, не думают. А где ты прятался, когда русские стреляли, когда русские шли? Где ты был? В коридоре, там бунги, полдали всякие. В подвале? Холодно в подвале. Расскажи, там много людей было? Ну, господи, еще другом подали, так как вот так охота, ганды, там еще триггеры, люди. А расскажи ситуацию, помнишь, когда русские шли, когда ноги было видно, как они стекла выбивали, расскажи, страшно тебе было? Да, храна, меня трупы не достали. Хорошо, что стекла тебя не достали. Да, еще ты меня грела еще. Мама тебя грела? Мама тебя грела? Муси там ничего нет, беда, гнид, только деньги русские подают еще. Мы вот уехали. Мы не за это будет волна. Мам, помнишь, там оказывается, я дефонник такой, при денег волна, уже волна началась. Помнишь? Расскажи, а много деток осталось в Бердянске? Хотя бы таких путей, автобусе, хотя бы деток могли жить. У нас президент, он думает только своих узких. Узкий, да, президент наш. А президент тоже как-то помогает Пучину. А расскажи, пожалуйста, как мы ехали, ты помнишь? Мы очень долго ехали, 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 ехали по полям, по дороге. А то, если просто все, человек побитый, бассейн нажавает, там ушки-паликады таят. А каёс, а миски такие, а мушек, деревьев, и мы пока ничего не заняли, пока кончила волна. То нам люди казали, хотя бы один, но нам спешили посадить, а где-то в Акраине были ложки. У нас взяли ложки, ложки, вот это как, Акраина. Ложки пишали помощь, но так мы Акраине уже добрые. Ложки могли нас всех убить. А Акраина не хотела, она хотела, чтобы семья добрая, хорошая, это было красивым городом. Ну так все бомбили. Мою было бомбили, все бомбили. Мою было бомбили, мы уехали. Плохо. То Путин, хоть за эту зиму, наши, омилают, то деревону дарить. Пока Путин, он уберет всех еде, он натоноет. Мы не заняли, пока кончила волна, то это мы не нам ложь, пока кончила волна. Понял. То поедем огоничь, то поедем мою полу. Надо выбрать. Мы можем пять ваше ехать чудесуды, а то уж мало, мало бензина, мы ездили и доехали. Мы вынуждены были с сыном оттуда выехать, потому что это временно оккупированная территория, в которой нет ничего. Мы приехали сюда, две недели мы находимся в городе Запорожье. Насколько мы здесь, неизвестно. Здесь находимся, потому что это территория, которая еще подвластна Украине. Сколько там это будет все продолжаться, даже не выехали, потому что жизни там нет. Мэр города, наша власть, когда сняли нашего мэра с видла, русские поставили своего. И вот этот человек, если его можно так назвать, он ни одному местному жителю не сообщил о том, что будет эвакуация мирного населения. Из 22 автобусов, в которых мы выбирались, 9 автобусов только было забито. Ну как забито? И то в этих автобусах было 2-3 места, в которые еще можно было досадить людей. Остальные автобусы ехали пустые. О эвакуации из социальной службы мне позвонила знакомая, сообщила за 20 минут до отправки автобуса. У нас было время 20 минут и 7 километров расстояния. Автобусы в город не пропускали. Они стояли на кольце, и за город нужно было допираться пешком. И в том, в чем были, вот мы находились с сыном. Я схватила, единственное, что я успела взять, это документы. Документы, карты, кошелек, телефон, ребенка и собаку. И мы выехали. Мы выехали, спасибо, да, по городу можно еще словить автомобиль, можно заплатить, можно доехать, но опять-таки у кого есть финансы. Мы выехали, и это очень, да, добирались мы очень страшно. Очень много блокпостов, очень много. И не только мужчин, они женщины, они полностью, ты снимаешь верхнюю одежду, ты до безгальтера раздеваешься, они обыскивают, они даже женщины обыскивают, они полностью все вещи, документы, они фотографируют документы. И самое неприятное, что в Токмаке они пожелали, они зашли, они нас обыскали, и они пожелали нам счастливого пути. И мы выехали с Токмака, и перед Васильевкой повернули на поля, и начали обстреливать нашу колонну. Это вот первая колонна, к которой мы уехали, это утрешняя. Мы автобусы не так пострадали. Пострадали легковые автомобили, мирных жителей, которые ехали, которые вывозили детей. Очень пострадала девочка, 10-летняя, у нее многочисленные ранения. Мы ехали, мы добирались с Бридянска 12,5 часов в Запорожье. Это без еды, без воды. В туалет детей не выпускали, детям ставили ведро в автобусе, и дети ходили ведром. Когда по автобусу стреляют, детей мы ложили на пол, чтобы в детей не зацепило, детей не попало. Они ненавидят всех, особенно женщин. Слова русского солдата, то, что они будут нас насиловать, пока мы их не полюбим. Они задирают девушек. Молодых девушек они задирают. Пенсионеров, слава богу, они не трогают. Но молодых девушек, начиная с 12 лет, это подростки. Они задирают. И очень страшно, что когда-нибудь пострадают дети. Очень страшно. Я надеюсь на то, что получится передать туда медикаменты. А если не получится? И половина людей не получит даже грамм того, в чем они нуждаются. Там, я просто, вы можете себе представить, какая там будет смертность? Там будет смертность. Ладно, я же не говорю пенсионеры. Там дети. Дети. Почему нельзя было? Есть не очень тяжелые дети. Есть такие, которых можно было вывезти. Но никто не сказал, ни медперсоналу, никто не сказал, что можно вывезти. Есть 9 свободных автобусов, пустых автобусов, в которых по 40 практически мест. Можно было засадить 40 детей. В один автобус 40 детей. Можно было вывезти оттуда. Можно. Конечно, никто ничего не сделал. Никто. Я не знаю. Это... Вы знаете, я приравниваю нашего мэра к этим же вот тварям, которые пришли нас спасать. Который сидел. Он ни разу не вышел к людям. Он ни разу не приехал в больницу. Он не спросил, может вы нуждаетесь? Здесь он нуждается. В продуктах питания. В какой-то гуманитарной помощи. Нет. Он раз в неделю вышел с нами на видеосвязь. С городом. И все. И когда пришли... Когда русские поставили уже своего мэра. Все. Наш мэр просто исчез. Исчез. И мы остались... Коммунальные службы никакие не работают в городе. В городе ад. Просто ад. Сказать, что там нет жизни, это ничего не сказать. Там нет ничего абсолютно. Абсолютно. И они уже поставили свои рубли. И что там будет дальше. Я не знаю. Ну, очень хочется. Я очень верю и надеюсь, что... Это скоро все закончится. В скором времени. И мы с сыном попадем домой. Я попаду на работу. И что мы будем жить в свободной нашей Украине. Где нет войны. Где нет голода. И где не умирают дети. Потому что нет препаратов. Я очень на это надеюсь. Сейчас я не хочу просто... Сейчас я не хочу просто... Сейчас я не хочу просто... Субтитры сделал DimaTorzok.